Окей, мы с вами в следующем видео нашего журнала, и в этом видео перед нами стоит задача научиться двигать объекты на сцене при помощи стрелок на клавиатуре. Самым очевидным и самым простым способом. Почему я сделал на этом акцент? Потому что самый простой и самый очевидный способ, как обычно, работает не так, как мы хотим. Но мы обязаны разобрать этот пример тоже, чтобы знать и не делать ошибок. Итак, стартуем мы с того момента, на котором остановились в предыдущем видео. Нажимаем Ctrl-Enter, чтобы протестировать нашу предыдущую работу и вспомнить, какие коды у наших стрелок на клавиатуре есть. Итак, я нажимаю влево, и в окне вывода выводится 37. Вверх, вправо и вниз. Итак, когда мы вспомнили, какие коды наши стрелки имеют, это значит, что теперь мы можем легко проверить в момент нажатия клавиши, какая клавиша была нажата, и в соответствии этим, с этим сдвинуть объект в ту или иную сторону, путем изменения его координаты. Давайте это и сделаем. Но прежде чем писать ActionScript, давайте создадим этот объект и дадим ему имя, через которое мы будем обращаться к нему. Ага, такой объект у нас создан, он находится в библиотеке. Давайте из библиотеки этот объект достанем на сцену и зададим ему имя. Через это имя мы будем обращаться к нему в ActionScript. Все как и в жизни. Чтобы к вам обратиться, нужно знать, как вас зовут. Во флэше действует такая же концепция. Отлично. Теперь давайте в момент нажатия кнопки будем проверять, что это была за кнопка. Мы пишем зарезервированное слово if, тем самым создавая условия. Затем идут обязательные круглые скобки, в которых будет написано само условие, которое мы проверяем. И в фигурных скобках будут действия, которые нужно сделать, если условие верно. Какое же у нас будет условие? Первое условие у нас будет, если E-кода, то есть код текущей нажатой кнопки равняется 37, а это нажатая кнопка влево. Значит, координату по оси x нашего объекта мы должны изменить на минус 1, чтобы сдвинуть его влево. Итак, мы пишем минус минус, что отнимает единицу и ставим точку с запятой, чтобы закончить строчку. Давайте протестируем нашу работу. Все должно работать. Итак, никаких ошибок нет. Объект на сцене есть. Я нажимаю влево и вы видите, что появился окошко для вывода данных, которое нам все закрывает, но объект сдвигается влево. То есть все работает. Казалось бы, что все работает хорошо. Аналогичным образом делаем для других кнопок с помощью магии видеоурока. Я это делаю очень быстро. Здесь все аналогичным образом. Проверяем, создаем условия, проверяем, какая текущая кнопка была нажата. Если это была стрелка, тогда сдвигаем наш объект в соответствующую сторону путем отнимания либо прибавления координаты. Я надеюсь, здесь все понятно. Давайте нажмем Ctrl-Enter. И сейчас мы откроем с вами маленькую истину. Я нажимаю вверх. Объект движется вверх. Я нажимаю вправо. Ага. Объект движется влево. Но это просто потому, что... Так, вправо это у нас 39. Потому что к иксу нужно прибавить единицу. Итак, еще раз. Вправо. Движется вправо. Вниз. Влево. И вверх. Как вы видите, объект вроде движется в те стороны, которые мы как бы и хотим. Но вот если вы хотите двигаться по диагонали, смотрите, что получается. Я нажимаю вверх. Объект движется влево. Вправо. Я нажимаю вправо. Объект движется вправо. А теперь я удерживаю вправо и нажимаю вниз. Объект движется вниз, но не движется вправо. Так работает флеш. Как вы видите, он очень хорошо может отследить нажатие кнопки. Еще раз повторю. Он очень хорошо может отследить нажатие кнопки. Но плохо отслеживает кнопки, которые уже зажаты. Поэтому мы имеем, что мы движемся вниз. А когда мы удерживаем клавишу вниз и нажимаем влево, например, он начинает двигаться влево, но уже не двигается вниз. Именно это то, о чем я говорил. Самый простой и самый очевидный способ не работает. Как его пофиксить, как сделать так, чтобы у нас все работало, мы узнаем в следующем видео. Надеюсь, это видео вам тоже понравилось, несмотря на то, что мы занимались самыми простыми вещами. Окей.